Мы же сняли кино «Небо моего детства», правильно? Да. Я считаю, что это предательство полное. В Руденовском институте или Академии учат искусство. А нужно учить ремеслу. Если ты научишь ремеслу, то искусство, если оно в нем есть, оно в нем проснется. Сейчас мужики больше просит, чем женщины. Я когда-то был строителем, я умел строить туалеты. Думаю, черти-чет, арабский мир. Какие-то арабки на арамейском языке, в институте, какая нахреновая зла? У нас осталось только одно выражение лица, такое неосознанное, глупое. Мы не можем понять, где мы находимся. А мы находимся в жопе. Та же самая юрта, но со всеми удобствами. Понимаешь? Там стоит кабельный телевизор. Здесь у него стоит сотовый телефон. Здесь у него все. Он обложился. Но сознание, он из той юрты не вышел. Дорогие друзья, вы смотрите передачу «Кино свидания с оружием». И у нас сегодня в гостях казахстанский режиссер. И как его уже успели прозвать наши комментаторы, рокер казахстанского кино. Здравствуйте, Ермек. Спасибо, что уделили нам время. Я сразу задам вам вопрос по последней вашей работе. Расскажите, на какой сейчас вы стадии. И самое главное, как вы вообще пришли к этой идее снять по мотивам МГУЭ? Ну, я надеюсь, что это не последняя моя работа, а очередная. Посмотрим, что из этого выйдет. Как пришел? Ну, как бы, я к этому отношусь как? Каждая картина – это как бы год или полтора года твоей жизни, правильно, да? Сколько я успею там полнометражных картин за свою жизнь снять? Ну, штук 10, может, 15. Каждая картина – это одна фраза какая-то. Там, допустим, Келин – это мать света. Шал – это как бы маленький, такой короткий месседж, что человека можно убить, но его нельзя победить. Ну, и это как бы прощание со стариками. Я сам такой очень аулбайский казах. Я родился, вырос в далеком ауле. И во мне живо все это такое казахское родное ауле. И мне кажется, что сейчас идет такая смена поколений. И те старики, которых я помню, которых я знал, они уходят. Когда я вспоминал Хемингуэя, то есть мы же его все читали, он в подкорке сидит. И вот этот старик Сантьяго, я его идентифицирую с теми стариками, которые были в моем детстве. Ну, вот эти старикашки, которые там ходят из дома в дом, там Батат, там Калтасн-де-Беквар, там такие вот старикашки. Они в жизни неприметные, такие очень простые. Но они носители некой такой информации, такого кода, который они должны нам передать. Даже всегда так было, да, там старики. У нас же письменность очень поздно появилась. Было устное творчество. И вот устно все это передавалось, передавалось некие ценности. Мне показалось, что это поколение сейчас уже вымывается, уходит, и надо с ними красиво попрощаться. И что-то от них получить, забрать. Аманат, да, такой? Ну, тоже я попытался как бы иносказательно выразить вот эту вот мысль о том, что мы все в тумане блуждаем. Сейчас очень туманное время. Поменялись ценности очень много. И люди, мне кажется, сильно запутались. А настоящие истины, они банальные. Не предавай, не сдавайся. Попытайся сделать добру. Ну, 12 заповедей, да, вот этих. Они, как бы, сейчас немножко дезавуировались и подзабылись. Поэтому я говорю о них, но уже другим киноязыком. Вот фильм снимался на казахском языке. Вот он снимался вот здесь вот, на Курдайе, потом на Ушкануре. Вот. Ну, немного актеров. Там старик. Ирбулат Токузаков играет его в главной роли. Мальчик, чабаны. В общем, такая камерная история. Вот буквально позавчера закончил монтаж. И мы пытаемся эту картину продвигать на достойный фестиваль. Если получится, мы будем заявлять его на Каннский фестиваль. Ну, посмотрим. Там еще отборочная комиссия. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Когда станет известно, участвуете ли вы в Каннах? А там же засылаешь диски. Отборщики смотрят и дают ответ. Я не думаю, что они будут затягивать. Потому что Каннский фестиваль в мае. Но мы хотели бы попасть в основной конкурс, потому что еще ни одной казахской картиной в основном конкурсе не была. Посмотрим, потолкаемся со слонами. Какие-нибудь прогнозы уже можете чувствовать? Да нет, прогнозы. Да ты знаешь, я тебе скажу, что было время, когда я любил, что-то выиграть, тебе дадут, орехокол очередной какой-нибудь, поставишь шкаф, ярмарка тщеславия, заходишь себе в кабинет, я такой крутой. Эй, фигня, это все. Сейчас у меня уже другое, потому что не за призы ты по большому счету работаешь. Насколько я знаю, вы человек, который не любит красные дорожки, всю эту шумиху. А зачем вы тогда участвуете в Канн? Зачем? Так получается, потому что как бы я не прятался, как бы я не избегал, все равно получается, что я публичный человек. Вот ты меня позвала, что я не приду, что ли? Такая девушка, как я позвала, что я не припрусь. Приду, на халяву воды попью чаю. Нет, ну как, все равно же выхлоп должен быть, ты же это адресуешь кому-то. Просто я бы хотел, чтобы во времена вот такого тотального стеба, сейчас у нас стебаются, сейчас уже само понятие изначально кино, уже это не кино. Кино умерло лет 20 назад, сейчас уже не кино, сейчас уже сплошной интертейнмент. У меня все-таки что-то святое же должно быть. Есть некоторые вещи, которые я делаю вручную, вышиваю. Но это делается для того, чтобы людей тормознуть. В нашем, в казахском кино я, наверное, лежачий полицейский. Я хочу всегда тормознуть, остановись, оглянись, посмотри, задумайся в конце концов. Потому что побежал, убил, застрелил, кровь там проливала. Но это уже все проехали, это уже не кино. Сериальное сознание надо выбивать. И если есть тебе что сказать, а мне кажется, что я поднакопил из того, что мне есть что сказать. Я вот говорю, как это получается не мне судить, но мне кажется, что какие-то мои работы, они нуждаются в комментариях. Потому что их расшифровывают совсем не так, как я, допустим, закладываю. Иногда так расшифровывают, до чего ты не додумываешься даже сам изначально, да? Мне кажется, что какая-то дополнительная информация нужна для того, чтобы расшифровывать какие-то картины и подсказывать зрителям, о чем вообще. Ну, зритель тоже разный бывает. А фильм же, это как многослойный пирог. Допустим, какая-то картина, два слоя. Сверху сливки, да, слезал, снизу там бисквит. У меня там слоев побольше. Помимо сюжета, там есть еще какие-то вещи, над которым хотелось бы, чтобы человек подумал. Ну, чтобы вышел из кинотеатра и было ему что, вспомнить, что рассказать. Так же мы не можем сейчас, о чем сейчас кино было. Зашел, вышел, на полтора часа тебе мозги выключили, а потом вышел и не помнишь, о чем вообще. Сносно рассказать ясно, о чем была речь. Я хочу этой картиной сказать, что не все потеряно. Мы, может быть, казахи, казахи, что-то 10 миллионов, да? По всему миру. Это одна улица в Гуанчжон. Если всех собрать еще в одном месте, там еще место останется. Ну, просто нам нужно отбросить в сторону наши какие-то национальные комплексы, вот эти карликовые осознания, да? У карликовых же всегда двойное самолюбие, да? Вот. Перестать вот кичиться, друг перед другом там панты колотить. Попроще, как я думаю, и к с юмором где-то к себе относиться. Та нация, которая умеет смеяться над собой, значит выздоравливает. Я там немножко смеюсь в этой картине, шучу. Ну, там есть серьезные вещи, которые мне хотелось бы успеть сказать. Мы еще не закончились. Мы маленькие, но мы очень гордые, мы очень сильные. У нас очень силен жив ген выживаемости. И этот старикашка маленький, он как бы нестандартный. Я шел от обратного. Потому что в американском кино, вообще, современный киноязык какой. Если герой, то это Рэмбо, там, Терминатор, да? Это шифонер такой, там, два метра. Он там чудовище. У меня с человеческим языком, там, старикашка маленький. Он там полтора метра ростом, да? Чедушный, ему уже 70 с лишним лет. Он уже немножко уже даже гонит, да? Потихонечку, да? Но когда на это, он включается в эту борьбу, и он выживает. А как он выживает, это уже такие секреты. У нас же тяжелый кастинг был, потому что там нагрузка актерская тяжелая. Там он с волками должен бороться. Потом он зимой в сне, в речку я его бросал. Ну, старик, да? Там вся группа меня возненавидела. А у него день рождения в этот день. Там булла такой ходит полтора метра, да? И реке, может, я не буду прыгать, может, там каскадер. Я говорю, ты идиот. Каскадер, а лицо же, он же там речка, крутится будет. Потом как рисовать? Два дня я его уговаривал. Потом дали ему. Потом, значит, надели на него. А финалгоном натерли, да? Потом сверху этот костюм, да, водолазный. Значит, на него. Это тщедушная душонка такая, тельце такое бедное, да? Там эти бабы все, эти гримерши. Я реке, ой, мы их сейчас потеряем. В речку надо бросать уже его с моста. Уже все с ним попрощались. Он уже что только не придумал. Мне там завтра день рождения внука. Там, короче, было прыгать. Значит, я его бросаю в речку. Все там, а-а-а, да, отлично, замечательно. Вытащили там его в феврале, да? Вытаскивают. Он так, ну как, как? Я говорю, отлично. А теперь будем снимать. Что? Я говорю, так репетиция живая. С волками тоже живые волки, дикие волки. С ними же не договоришься тоже. Ну и что, мы их кололи этими наркотиками, чтобы у него глаза такие не закрываются у волка. И вот здесь я зашивал этими, как это, рыбной леской. Леской. И это как-то остывшая моду, волка офигевшая, да? Я говорю, давай, было пока, он 20 минут, он будет спать. И значит, он ему с ним башкается, башкается, а он вонючий этот волчар. Башкается, башкается, устает, разбросает. Потом, значит, передохнул и дальше борется. Засняли, потом начинает волк оживать потихоньку. Он же парализованный, значит, лапы двигаются, зубы. Все, больше нельзя с ним. И мы это снимали где-то неделю, допустим. Неделю снимали, а потом через неделю дозу надо повышать. Потому что волки уже наркоманы. То есть вы на площадке такой деспот, да? Я на площадке, я распиздяю. Ой. Ничего, ничего. Я на площадке, как это по-русски? Ну, раздолбай, да? На площадке я раздолбаю. Потому что фильм уже для меня снят уже на уровне режиссерского сценария. Я делаю раскадровки. Я полностью расписываю сценарии, диалоги. Потом я полностью проговариваю это с оператором. Как, в принципе, стилистика съемки. И остается только с актерами не промахнуться, и все. А потом уже пашут другие. Ну, эти-то все другие. А я всем мешаю. Я хожу там на площадь, там, дай ка. Вот он знает. Дай ка поезд, там, мешаю, там, дергаю, там. Пойдем похаваю, пойдем чай попьем. Всем мешать. И меня ненавидит. Ну, потому что уже что вмешиваешься, все все знают. Фильм должен быть снят уже до начала съемок. Для тебя. И даже смонтирован. То есть у вас уже четкая картинка есть, да, до съемок? Да, 90% того, что мы должны снимать, я уже знаю. А есть место импровизации? Конечно, конечно, конечно. Бывает. Бывает. Но я пытаюсь не импровизировать. Потому что импровизация очень рискованная штука. Ты рискуешь. Вот ты работаешь, раз тебя осенило. А я его узнаю, завтра на монтаже сойдется, не сойдет. Потому что лучше все заранее. Подготовительный период тебе дается для того, чтобы ты полностью представлял, что ты делаешь, для чего и на какой адрес. А импровизация исключительные какие-то моменты, когда там действительно стопроцентно ты не сомневаешься. Что это выигрышно. Тогда да. А так лучше не импровизировать. А зачем нужны фестивали, да, вот такие? Там как бы есть кино. Люди пытаются мыслить, пытаются думать, работают над новым киноязыком. И встречаются какие-то гении. А что такое гений? Гений – это человек, который дает работу на 20 лет вперед куче дебилов. Вот и все. И те люди, которые работают по-серьезному, то есть профессию они свою не предают. Их очень мало. А сейчас очень трудно не предавать свою профессию. Мы же сняли кино «Небо моего детства», правильно? Да. Я считаю, что это предательство полное. И мы же с этим живем, нормально? А это еще не самый плохой выход из положения. Ну а то, что творится на нашем телевизоре, мы же теперь, до нас же всегда доходит, как бы это в конце. То есть, если в Москве идет дождь, через три дня он идет у нас. Если в Москве начали снимать сериалы, как дядя Вася ушел от тети Клавы, то у нас там тетя Магриппа и будет там с дядем Оурумбеком то же самое делать, правильно? И вот у нас сейчас то же самое происходит. Ходит. Я пришел, опять меня ушла. Я теперь уйду там в Борск-Павел, к третьему. Сейчас мы тоже будем это все делать. Уже делается это все. Это говно вываливается, значит, тоннами, входит в наши мозги, и мы думаем, что так оно и должно быть. Теперь люди забыли терминологию, основу. И что такое кино, уже никто не помнит. И если коктейль для звезды это кино, то там прыжок Афалины, да, про дельфина-убийцу, да, который охотится на нашего президента. Ну, понимаешь, у каждого своя степень, знаешь, сумасшествия, да, и фобии. Снимаются фильмы. Когда говорят, что казахстанское кино развивается, да, сделало какой-то рывок. Я смеюсь? Я не понимаю, что это такой рывок по-казахстански. Это идея. Если раньше снималось три картины в год, сейчас мы уже снимаем 30 картин в год. Из них, из этих 30 картин, может быть, одна картина стоит того, чтобы ее посмотреть. Из-за какого-то удачного плана, из-за какой-то удачной сцены. Все, все остальное, я не отношу к кино. Меня воспитывали на другом кино. Меня воспитывали на классике итальянского кино, да, Бертолуччи, да. Меня воспитывали на Параджане. Меня воспитывали на хорошем Голливуде. Не на том, который сейчас, да. Поэтому я очень, знаешь, болезненно к этим вещам отношусь. Если сейчас фильмы снимают на сотовые телефоны, это же уже тоже не кино. Поэтому надо определяться в терминах, что мы будем относить кино, а что не надо относить кино. Это развлекуха. Это для того, чтобы попкорн купил, девчонку взял, пойдем в кино сходим, мозги выключим, пожалуйста. А так, если ты пришел в кино, значит, ты пришел думать. Или хотя бы задаваться какими-то вопросами. То есть самооценка, вообще предъявы к себе должны быть высокими. А у нас очень низкие, оценочная шкала очень низкая. Там кто-то, продюсер поднакопил денег, да, он вчера выпускал там колбасу, да, сегодня у него накопилось там пара миллионов. Он говорит, а дай я кино сделаю. И он делает кино. И получается продолжение коктейля для звезды. И это бесконечный коктейль, пока он не кончится. Мы будем его смотреть. А толпа пойдет. Потому что это рассчитано на быдло. Быдло это большинство. Толпа не думает. Сейчас мы выйдем на улицу, там машина собьет человека. Сразу набежит мучу народу. Он же тоже зритель. Всем интересно. Это вот поэтому, это эксплуатация каких-то таких изменных вещей, ничтожных совершенно претензий. Поэтому я не считаю, что у нас происходит рывок. У нас, наоборот, деградация идет полнейшая. Ну, как вы думаете, есть ли шанс, что вот это количество когда-то перерастет в качество? Нет. Шансов нет. Давайте не будем тебя обманывать. У нас говорят. Вот я был в этом, как это, в Жургеновске, да? Ну ладно, я не буду про Жургеновске говорить. Я бываю в разных аудиториях. Я же великий, с недавних пор. Вдруг меня стали звать туда, сюда. Я прихожу, и я смотрю на эти вот, понимаешь, качество аудитории определяется по вопросам. Вот. Ну и вот я понимаю, в каком мире я оказался. Я болтался там по всему миру, да? Там, в Америке, в Абрамских странах жил, в Европе. Там. Потом я приехал сюда, снова вернулся. И куда я вернулся? Я вернулся в начало 20-го, нет, в середину 20-го века я вернулся. Есть те же страсти, какие-то нереализованные амбиции, какие-то комплексы, какие-то патриотические, какие-то силы какое-то народное, самосознание какое-то начинается, да? На самом-то деле происходит спекуляция. И базовых знаний у современной молодежи практически нет. В Жургеновском институте или академии учат искусство. А нужно учить ремеслу. Если ты научишь ремеслу, то искусство, если оно в нем есть, оно в нем проснется. Ты пишешь для того, что ты пишешь. Не потому что ты вот ученый, да, он в микроскоп смотрит, да, а на том конце видит продолжение своей карьеры. Мне тоже кажется, вот допустим, да, современные, они вот так смотрят в видоискатель, да, и думают, о, вот он, вот он, каннский физик, вот он, вот он, вот она веть моя пошла, а вот он, вот медведь берлинале. Понимаешь? А вот я вышел, я заготовил речь, я смокинг купил, да, я выйду там, и как залеплю там, как я, спасибо моей маме, спасибо моим папе за то, что мне, ой, блин. Понимаешь? Я это все понимаю. Я сам все это прошел, да? Но чем быстрее отболеешь, тем это было проще. Но дело в том, что болезнь что-то не проходит, я смотрю. Болезнь не проходит, и отсутствуют базовые знания. Люди не знают, что такое вообще природа кино, они не могут отличить жанры. Если в тебе есть что-то оригинальное, если тебе есть что сказать, ты это обязательно скажешь, но тогда воспользуйся этими средствами. Все эти достижения, все эти 3D, 4D, все эти графики, она тебя не спасет. Можно черно-белой камерой снять какую-то мысль, упаковать ее в 10 минут, и тогда это всегда видно, это всегда видно. Я про наше казацкино вообще говорить не хочу, потому что я вижу страшное падение всего, что относится к кино. Страшно. Я не могу назвать ни одного имени сейчас, это катастрофа. Появляются какие-то ребята, понимаешь? Они ездят по фестивалям, получают какие-то призы. Это щит, местечковые самолюбие. Ну, этих призов, ну, вон у меня полностью фанеры, не знаю, куда их девать. Это не то. Это не то. И что самое хреново, это вот на государственном уровне этого не понимать. То есть, я уже не говорю про кочевники, на нем уже кто только не высыпался, да? Все выспались. Ну, ничего же не изменилось. Все равно пытаемся какого-то ходить. Мне больше всего нравится, как мы расстилаем ковры. Ну, мне нравится, понимаешь? Ну, это же где-то мы видели, да? Начали платья в Париже заказать, да? А потом, да, с казахпайским акцентом ходить, да, в этих платьях. Ну, это звездно. И поэтому я никуда не хожу, потому что я начинаю людям портить настроение. Я начинаю там на досеке, там, о, ну ты сего. Я никому это не хочу платить настроение, сам по себе. Ну, вот, когда создается кино, на каком месте должен стоять коммерческий успех вообще? Он необходим же, в конце концов, чтобы снимать дальше, чтобы развиваться? А если снимать только для себя, это не всегда, ну, грубо говоря, окупится. Как быть? В том-то и дело, что говорят, кино должно окупаться. Оно не должно окупаться? Ну, это философия продюсера. Продюсер – человек, который рискует первым. Он выбрал кого-то, да, поставил на него, сказал, вот, я на тебе ставлю там 2 миллиона. Все равно это риск. Это же не производство колбасы, да, и не производство там консервов. Когда ты железно, знаешь, ты засунул с этой стороны, значит, этого, корову, да, с той стороны колбаса вышла, ты продал. Кино – это всегда риск. И если ты знаешь, заранее, как бы, будешь снимать там звездный состав актеров, да, вот я с россиянами снимал, ну, там все они крутые. Они там замелькавшиеся, эти все актеры. Это не ту риск. Да, но, мне кажется, здесь тоже нужно понимать. Я вот снимал все майских дней, это чисто коммерческий проект, потому что мне действительно, как ты говоришь, деньги надо было возвращать. Но я же хочу кайфовать, понимаешь? И когда я снимаю, допустим, Килен, да, или Шал, или вот сейчас я пишу новую вещь, да, я не хочу думать про деньги. Честное слово, я не хочу. Это меня как-то вот… Я вообще по жизни про деньги не хочу думать, знаешь. Вот пусть продюсер, если он говорит, так, Турсонов, ладно, ты, конечно, немножко не такой, да, но давай я на тебя ставлю, да, я, конечно, буду на него пахать, пахать на него, ради бога, пусть он окупится, но нельзя все делать на окупаемость, потому что, допустим, если бы сейчас был бы жившаке Найманов, да, снял бы он на Алдаркусе, да, и чего бы, закопали бы, наверное, сказали, ну же, кто будет это твое смотреть за кино, или ангел в тюбетейке, это вообще местечковый продукт локальный, его в России он никому нафиг не нужен, кто его там, а в Европе, кто там будет Биби Гультулигенова, они не знают, кто это такая. А что сейчас происходит с фильмом «Семь майских дней»? Мы его увидим когда-нибудь? Да нет, кента посадили же, блин, моего этого, с автора. Я сейчас дурацкая страна, блин. В этой стране любой порядочный человек должен отсидеть. Вот, а без него я не хочу показывать эту картину. То есть вы можете, в принципе, да, показать сейчас? Да, я могу, но я не хочу, я буду его ждать. Мне предлагали там всякие там, давай с титров его уберем, это не по-пацански, честно говоря. Я дождусь, посадят его, не посадят, это мой друг, я его не продам. Я дождусь, когда с ним что-то определится, на сколько его там, 10 лет, 10 лет буду ждать. А когда он выйдет, я скажу, пойдем, мы же с тобой работали. Помнишь, мы фильм снимали? Мы, боишься, мы с тобой замутили одно дело. Вот вся фигня. А на чем вы сейчас работаете? Говорить, да? Да. Раз вы уже заикнулись об этом, рассказывайте. Хочется сделать какую-то современную вещь. Он ее прочитать не может, да? Немножко по-французски, немножко по-японски, знаешь, тонко. Немножко по карвай, вон карвай, да? Любовное настроение. Он и она. И у них не получается. Это мелодраму такую городскую. Знаешь? Вот. Я на эту тему думаю. Я не хочу все рассказывать. Она его любит, он ее любит. В общем, импас, невозможность вот этого быть вместе. Почему? Вот у нас сейчас вот в мире существует дисконнект. Нету вот этого коннекта почему-то. Люди разобщены. Каждый сам по себе. Он может быть с кем-то, но он все равно одинок. Одиночество в толпе, понимаешь? Есть одиночество такое, когда ты с кем-то, но все равно. Глубоко одинок. Что-то вот такое. Ну, чтобы были казахи. Потому что казахские актеры, есть очень талантливые казахские актеры. Просто нет режиссеров, которые могли бы с ними работать. Я считаю, что казахские девушки, это я тебе точно говорю, самые красивые в мире. Это я тебе авторитетно заявляю. Потому что я объездил этот мир два раза. И я считаю, что наши дамы, наши женские генокомы, фантастические, самые красивые женщины в мире. Потому что, видимо, вот это вот джетата, да, джетата, семь поколений. И вот эта чистота крови, да, до 20 века казахи очков не носили. У всех было зрение стопроцентное. И соблюдалась вот эта семикратная, семиколенная вот эта чистота крови. Это, оказывается, антропологический возраст для полного очищения крови. То есть это все не просто так. И, видимо, выхлоп такой дал, что в 20-м, в 21-м веке самые офигительные девчонки у нас. Самые красивые. Я хочу найти такую актрису. И сделать гимн. Гимн, знаешь, вот, запечатлеть, порвать их всех, сказать, да ну, ваши. Какая Катрин Диньо, какая Бриджиш Бордо. Смотри, вот, что у нас есть. Вот, и я ищу такую женщину, которая могла закрыть эту. Ну, короче, Ромео Джилетт, она современная манера. Понимаешь? Современная манера. Я не знаю. Какие-то бродят, какие-то идеи. Но их невозможность быть вместе. Вот нужно конфиг какой-то подобрать. Вот я на эту тему сейчас думаю. Почему, кстати, у нас так мало снимают о любви? А потому что мало знают про любви. Да? Да. Мы не умеем любить? Нет. Нет? Сейчас я тебе скажу. Вот сейчас мужиков не осталось. Женщин тоже, кстати. Но это следствие того, что не встал с мужиком. Потому что они вынуждены занимать те позиции, которые оставались раньше за мужика. Понимаешь? Это не есть хорошо, когда там женщины боксуются, или футбол играют. Допустим, я как профессиональный в прошлом футболист, я не могу смотреть, как женщины футбол играют. Но это происходит, это факт. И вот эти бизнесвумен, да, они как бы заполняют, они вынуждены быть мужественными, потому что мужественность как понятие про-по-лох. И мужиков не осталось. Слова не держат, да. Проститутками стали, продались, политиками стали. В принципе, одно и то же. И вымываются очень многие мужские характеристики. А чтобы любить, нужно мужество. Это же ты жертвуешь собой. А мы жертвами быть не хотим, боимся. Секунду есть. Поэтому он всегда думает, вот, блядь. Поэтому он может копить количество побед, но в итоге он проиграет самому себе. Он растратится. А мне кажется, в мировой литературе и вообще в классике человеческих отношений один. Ты его выбираешь и полностью себя посетишь. И тонешь в нем. Там, ту легенда, Хоза Курпеш, да. Кто там еще? Брижан. Они же все утонули. Они все утонули там. А сейчас, кто утонет, боже мой. Ну, козлы. Сейчас мужики больше проститутки, чем женщины в мозгах своих. Понимаешь? Я работаю как? Я, допустим, вещь какую-то написал. Я тут же, да не пересчитываю. Я ее раз в портфель. Раз через год вытаскиваю. Через год. Начинаю читать. И я уже отстранен. Я уже не помню. Я тогда могу трезво оценивать, что это. Туфта какая-нибудь. Или там что-то есть. Бывает полная ерунда. Там одна-две строчки останутся. Но зато эти две-три строчки, они такие рождают какую-то замысел. Они могут быть началом какого-то. Может быть целой картины даже. Понимаешь? Поэтому в моей книге, конечно, продолжение, ну в этом весь я. Я не умею что-то другое. Я когда-то был строителем, я умел строить туалеты. Туалеты? Да, да. Вот. Я в деревень, когда первый год не поступил, в Казбур меня выкинули. По сочинению я провалился. Я вернулся в свой родной колхоз, совхоз. Надо же было жить. Пока он говорит, иди, что дома сидишь, работай. Я пошел у нас строить часть. А в вторую часть там дядя Ахметара. Такой плотник. Он говорит, что умеешь? Я говорю, ничего не умею. Давай, я тебе научу одну вещь. У тебя всегда будет это. Работа. Три рубля. В любой деревне ты человек номер один. Потому что сортир в каждом. И я со временем, значит, совершенствовал свое мастерство. Я потом, значит, стал делать евро туалеты. Туалеты для молодоженов. Дырка в форме сердца, допустим. Голубки какие-то. Я же творческий подходил к этому. Я потом сидел в окружении этих туалетов на площади. У меня все разные варианты. Юбилейный туалет. Зимний вариант, допустим. С подогревом. В деревнях же я нету. А у меня первый придумал евростандарт. Значит, ты чего ко мне ходили как в музей? Когда в этот раз снимал старика, шал, я к себе домой поехал. Ну, время было. И я поехал к себе в деревню, приехал. А там Алимжан, старикашка. Последний старик, ему там 92 года. Ну, я люблю к нему приезжать, поговорить, настоящую казахскую речь послушать. А он же не знает, кто я такой. Он помнишь? Ну, я говорю, ну, когда ты учишься, статию напишут, книгу напишут. Он говорит, да, охреново, когда работы нет. Слушай, говорит, у меня, говорит, есть это, там, от пенсии я сохранил, говорит. Наш туалет, говорит, прохудился. Ты сделай туалет. Ты же тот, говорит, тот сделал, который 15 лет назад, он уже прохудился. Сделай новый. То есть, он меня ассоциирует с тем, что я делал доброе людям, да? Я говорю, а со мной продюсер приехал, Сашка Багненко. Он сидит там у горы. Говорю. Ну, и не можешь сказать, а старик же такой простец, такой. Я сапертижный имели, ну, баров больше всего года, холм, те, что там за час-то. Материал есть вон, где доски заготовы, заготовы. И я. В воскресенье все спали. Ну, отцеплодей же все спали. Я, Калимжан, Дамон Туен с инструментом во дворе. Залепил ему туалет. Довольный. Так что я в свободное от кино делаю. Могу подработать. Потому что умею туалеты делать. А вы можете назвать хотя бы один фильм? Наш, зарубежный, неважно. Который вас задел? Я могу сказать о том впечатлении, которое, допустим, произвела на меня картина. Там, once happened, time in America, да? Однажды в Америке, да? Но это было давно, в 91-м, по-моему, году. Нам из Белых Столбов, в 91-м году, кажется, перевезли эту картину. Ее никто нигде не видел. С Корсеза, да, по-моему, там, однажды в Америке. И мы эту картину просмотрели. Все, она меня раздавила. Ну, я буквально вышел раздавленный. Потому что я думаю, а что здесь делать? Здесь уже все сделали. Ты не перепрыгнешь. Ты не перепрыгнешь. Вот это хреново, когда ты понимаешь, что свою ничтожность ты же с чем-то большим всегда ощущаешь. Пока это не появится, ты же великий. Ты же глыба. Ты же, что это, кто там бродит? Что-то песок там. Фигня какая-то под ногами. А когда раз такое, да, про тебя танком проехали. А, оказывается. А потом я выработал в себе вот это вот. Знаешь, тяжело это далось, когда ты радуешься чужому. Успеху, да? Когда ты сталкиваешься с чем-то великим. Тем более, что с каждым разом все это реже и реже происходит. Это вот Вон Карвай, какие-то работы Ким Кидука, да? Махмальбаф, Джармуш. Ну, какие-то фильмы, которые за нами присмотрел. Там Феллини, да? Маркор там. А сейчас настолько все удешевилось, когда ты смотришь какую-то картину и можешь радоваться хотя бы одному эпизоду. Это уже хорошо. В казахстанском кино одна панорама уже хорошо. Уже хорошо. Вот вы много путешествовали. Какие-нибудь сюжеты привезли оттуда? Что-нибудь хотели бы снять? С путешествий? Да, о чужой жизни. Ой, да вот так. Например? Юрдания лежит. Мы вдоль этой границы. Там Палестина. Приезжаем, приезжаем, приезжаем. А как раз в это время антиарабские настроения, что вот ось зла, да? Вот эти вот борода страшные. Откуда все это? Угроза идет миру. И мы переезжаем в какую-то расщелину горную. Дальше машина не идет. И мы пошли пешком. Деревушка. Такая в скале вырубленная деревушка. В скале вход. Церковь. Санданая. Это Дева Санданая. Деревня Девы Санданая. И мы зашли в эту церковь. А их где-то около двух тысяч лет, что ли, в этой церкви. И там все еще с тех времен. Черные уже иконы вот эти. И стоят арабки вот эти. И молятся. Они молили. Я еще слышал, у меня арабская речь. А они молятся на арамейском, оказывается, языке. И они молятся Иисусу Христу. Представляешь? На арамейском языке. На языке Христа. И я сижу, думаю, черт-те-чет, арабский мир. Какие-то арабки. На арамейском языке молятся Иисусу Христу. Какая нахреной зла. И вот когда ты ходишь по земле. Я вот люблю живыми впечатлениями впитываться. Камни трогать, людей трогать по-живому. А не в интернете, когда сидишь в кабинете. А когда ты с этим сталкиваешься вживую, переворачивается. Вот это было для меня удивительно. И это была деревня, в которой на арамейском языке разговаривают люди. Интересно. И значит здесь церковь, через улицу мечеть. Кто-то ходит туда, кто-то ходит туда. И там нету такого. О чем мы здесь все тарахтим? Или там они тарахтят? А-а-а, там, бородатый. Я почему об этом так говорю? Потому что у нас сейчас здесь религия превратилась в моду. Это обретает такой оттенок кич. Мальчики с бородами ходят, девочки что-то одели. Да вот эти вот ходят. Не, я в этом ничего плохого не вижу. Ну просто к Богу уже так не приходят. Ну вот смотрите, Ермек, я так думаю, что сейчас, особенно молодежи, очень острая необходимость чем-то гордиться нужно обязательно. Кино у нас нет. Историю мы плохо знаем, культуры нет. Мы не читаем, мы не пишем. Кто тогда был? Чем гордиться можно? Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что бывает война, да, такая. Одна на другую государство, войну. Бывает невидимая война. И вот эту невидимую войну мы проиграли. То есть произошла духовная ассимиляция. Что я имею в виду? Сейчас молодые мамаши на ночь рассказывают Гарри Поттера. Или властелин колеет. Наши бабушки рассказывали ертостикой, понимаешь? Хамбахшал. И вот на каком-то этапе, когда мамы рассказывали еще ертостикой, все было нормально. На крайняк потом стали рассказывать Чебурашку, Крокодила, Винни-Пух, вот это, да? Это все как-то в балансе. Было и то, и это. А сейчас мы от того оторвались, и остался только один Гарри Поттер. Понимаешь? И вот это вот, глобализация, это как это называется, засилие всего постороннего. А ну, я же тебе говорю, мы живем в окружении чужих вещей. Это все выдавилось. У нас даже сейчас мусор глобализованный какой-то. Там лежат обертки от Сникерса, там помада французская. Все, все, все чужое. А когда мы живем в окружении чужих вещей, мы себе не принадлежим. У нас осталось только одно выражение лица, такое неосознанное, глупое. Мы не можем понять, где мы находимся. А мы находимся в жопе. В полной. Понимаешь? Там темно. Чем-то пахнет не очень хорошим. И непонятно, где выход. Понимаешь? Потому что, я же тебе говорю, отцы нас продали, старики ушли, и прервалась традиция. То есть в 20-30 год всю интеллигенцию вырубили, Ахмед Байя Турсинов, Дулат Сын, вот эти вот. До смены ему пришли другие. Потом война, потом коллективизация, потом целина. Все было сделано для того, чтобы мы забыли Иртустика. И мы его забыли. Мы живем в синтетическом мире. Суррогат. Даже еда у нас уже немножко ненастоящая. Правильно, да? Все подмежно. И мы отравились. Организм отравился. И поэтому ты говоришь, чем гордиться? А чем? Нечем. То есть американцы, они выработали свой рецепт, да? Они делают какой-то там Брюс Уиль, скрипкий орешек, да? И все хотят быть на него похожи. Шварценегир мочит там всех хищников. Есть такой герой. Есть другой герой. Есть третий герой. У нас героев нет. Для подражания. На кого хочется быть? На Назарвай, что ли, быть? Но есть какое-то понятие? Успешность. Что такое успешность? У нас терминология даже поняла. Успешный человек. Успешный человек не обязательно Моцарт или Бетхоин. Моцарт вообще несчастный человек. Бетхоин вообще в нищете умер. Он же неуспешный человек. Ну и кто скажет, что они были идиоты? Формулировку мне недавно сказали. Ты умный? Если ты умный, почему тогда такой бедный? Понимаешь, нюансы какие-то, да? Тогда все эти не одни идиоты, которые вот... Бои же книги афоризмов, гордость человечества. Половина из них, они умерли на помойке в нищете. Понимаешь? И когда произошла подмена понятий, когда нам, условно говоря, чип, отвечающий за сострадание, за человеколюбие, за доброту, поменяли и встроили туда другие понятия. Успех, там, рыночность, там, да? Слава. А что-то вынули. А вместе с этим вынули. О чем я и говорю в своих картинках, в своих книгах. Ребята, мы потеряли то. Давай мы вернемся. Иногда, чтобы двигаться вперед, нужно сделать несколько шагов назад. Порыться там, что такое? А у нас вот это приобрелся в какой-то лубочный характер. Я ненавижу все, как вот это казахское. Выходят, выйдут, да, начинают вот это тупизм. Я вот, когда я в Америку уезжал, много лет назад, я проклял все казахское, сваливал, ненавидел это все казахское. У меня был билет в одну сторону, потому что я амбитизм в сторону, честно говоря. Как сидели, я думаю, квартиру продал, у меня телевизор остался. Я думаю, сяду напоследок, чего там нет? Сел, Харшава Хмедяров играет в Домбру. Ну, последнее впечатление об этом. Ну, и классно. Выключил, уехал. Я вернулся через 8 лет. Мотался, мотался. Возвращаю, в члене, вкручаю. Харшава сидит играть, понимаешь? Я думаю, ничего, понимаешь? Ничего не меняется, все то же самое. Знаешь, вроде бы то же самое, та же самая юрта, но со всеми удобствами. Понимаешь? Там стоит кабельный телевизор, здесь у него стоит сотовый телефон, здесь он обложился. Но сознание, он из той юрты не вышел. Понимаешь? Местечковое сознание. Хочется быть на кого-то похожим, на кого-то походить, делать как у них, пахнуть ароматами французскими. Надоело баранами пахнуть? Хочется что-то приобщиться к этой культуре. У нас даже задача стоит войти в 50 самых развитых стран. Правильно же, да? Мы же должны войти. Конечно. Вот. Почему в 50, а не в 20, например? Почему не в 60? И кто там в этих 50 сидит? Мы должны быть как все, понимаешь? А своего пути нет. Мне нравится Китай. Почему? Потому что великая страна. В каждом городе, в каждом засранном пятачке есть китайский квартал. Но я их потом... Есть китайский путь, есть японский путь, да? Япония, великая страна. Я там был. То есть суперсовременная, но они симптоисты. И они прощают, 15 минут прощают, а-а-а, никак не уйдет. Ну, за всем этим стоит. А мы свои традиции превратили в китч. Поэтому образцов для подражания нет у нас. Мы подражаем все, значит, Бретту Питу. В кино мы говорим, а-а-а-а, своего у нас мало. Ладно, на этой оптимистичной ноте, я думаю, закончил. И своего только я. Ермек, мы будем ждать от вас новостей хороших. Будем за вас болеть. Это весной. Друзья, у нас в гостях был режиссер Ермек Турсунов.